здравствуйте приветствую вас на канале про цветок с вами ломонос пётр сегодня мы поговорим о тыкве и что можно интересно узнать об этой культуре ну во первых необходимо помнить что значит тыква к нам пришла родом из америки где она уже выращивается более трех тысяч лет она пришлась по вкусу нашим огородникам по той простой причине что блюдо из него очень полезны это раз а во вторых тыква хорошо хранится вот такая тыква мускатная может долежать до нового урожая не теряя своих свойств то есть она будет сохраняться в свежем виде точно так же в течение года могут храниться кабачки ну конечно тыквы крупноплодные которые вот есть сейчас она хранится меньше она туда лежит до февраля марта месяца без потери как бы своих товарных качеств в обычных условиях наших которые есть у наших дашников конечно есть есть какое-то хранилище где будет поддерживаться оптимальная температура 10-12 градусов тепла и прохладно сухой воздух 50 процентов там тыква конечно будет лежать гораздо гораздо дольше на что знаете об этом ну значит тыквы существует немало самое интересное вам расскажу момент что в южной флориде это в америке произрастает тыква акичобе который вырастает плеть одна плеть длину которая достигает 50 метров то есть представьте если ваша тыква распитаться на огороде где-то на 5-6 метров а то 50 метров как бы в диаметре какие большие площади занимает эта тыква но с смысл не в этом что она занимает площади а смысл полезности плодов плоды тыквы помогают значит при сердечных заболеваниях заболевания желудочно-кишечного тракта также их рекомендуется пить как мочегонное средство та же простата у мужчин точно также лечится тыквой а еще более эффективность самими семечками которые есть в каждой тыкве также тыква рекомендуется для тех кто приобрел инфекционные болезни типа боткина там дизентерия и прочее потому что тыква действует очень благоприятно на всю работу как бы наши желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы самое главное перечень болезнь конечно там и холециститы и колиты можно перечислять это долго можно называть но наша передача не медицинская поэтому мы перейдем более агротехнической части вопроса на наших огородах выражаются как бы три вида тыкв чаще всего это тыква твердокорая тыква крупноплодная и перевозка и тыква мускатна и эти три тыкви их раз в наши огороды именно с этих тыкв мы будем готовить самые различные блюда что можно приготовить из тыквы knows тыквам можно приготовить различные начинку вот привноться к банке к 10 тыквы в сваренная с сахаром сваренные кусочки тыквы сваренные с сахаром и вот это они будто используется как начинки начинки для пирогов начинки для тортов В общем, применение их самое разнообразное. Ну, а вообще из тыквы, если ее приварить, можно сделать и пудинг, можно сделать и кашу. И очень полезно будет, если вы в свое блюдо будете добавлять кусочки тыквы. Любую кашу, которую вы будете варить, добавлять кусочки тыквы. Нравится вам или нет, потому что тыква как бы будет выводить шлаки из вашего организма, организм будет очищаться. Ну и вы будете себя чувствовать гораздо-гораздо лучше, поедая кашу из тыквы. Ну, как бы смехи с тыквой. Что говорится о том, что вам нравится или не нравится тыква, это очень неразумно. Тыква должна быть в нашем рационе. Далее, из тыквы, значит, на востоке делают очень интересное лакомство. Это лакомство называется цукаты. Цукаты из тыквы, я расскажу вам как бы саму технологию, вы поймете, сможете смело приготовить дом в домашних условиях эти цукаты. Ну, знаете, что сам процесс занимает три дня, поэтому не так это быстро проходит. И что день-два надо сушку готового продукта. Смысл цуката в чем заключается? Мы берем тыкву, очищаем от кожуры. Нам понадобится 3 килограмма тыквы. Неважно какой, в чистом виде 3 килограмма тыквы. Эту тыкву мы очищаем и нарезаем на полоски. Ну, полоски примерно 4 сантиметра длиной, шириной где-то 2-3 сантиметра и толщиной полсантиметра. Нарезаем на такие полосочки. Ставим какую-то посуду. Положили посуду. Это будет таз, это будет большая кастрюля. Положили. И после этого туда добавляем 2 чайные ложки соды. Обычной питьевой соды. Посыпаем соды и все это оставляем. Перемешиваем и оставляем на сутки. Сутки проходят. Мы нашу тыкву достаем и промываем водой. Ну, промываем обильно водой для того, чтобы смыть остатки соды. Для чего сода? Потому что сода размягчает мякоть. Следующая операция будет проходить гораздо эффективнее и быстрее. Тщательно промыли. И после этого, следующий процесс, на следующие сутки готовим сахарный сироп. Сироп готовится из расчета 500 мл воды и 1 кг сахара. Значит, сироп сделать несложно. Ну, некоторые, конечно, могут сказать, Петр Николаевич, а почему так мало воды добавляете? А потому что после заливки этим сиропом наша тыква обязательно пустит сок. То, что нам необходимо. Значит, опять сварили сироп. И вот этот сироп опять заливаем в наши кусочки тыквы. Залили, выдерживаем опять сутки. Ну, температура, при которой мы выдерживаем, где-то комнатная, 18-20 градусов. Простояла сутки наша тыква. Сливаем сироп. Мы его берем, кипятим. Этот сироп закипятим. Возьмем и добавим еще туда ароматизаторы. Добавим ароматизатор. Вот, если у вас нет ароматизатора, как бы, искусственно, вы его можете легко сделать из кожуры лимона или кожуры апельсина. Это примерно 2 столовые ложки, будет тогда цедры этих фруктов, которые мы добавили. Мы перемешиваем тыкву, выдерживаем еще. Выдержали сутки. После этого мы всю эту массу помешаем в кастрюлю. Помешаем в кастрюлю и на газ варим. Провариваем массу в течение до 20 минут. Смысл этой самой нашей кулинарной тепловой обработки в том, чтобы наша тыква как бы размягчилась, но не развалилась, не превратилась в кашу. Если видим, что тыква начинает разваливаться, значит, срочно выключаем, срочно выключили. Срочно выключили газ или убрали с огня, если на открытом огне делать. И где-то тыкву ставим опять еще на сутки. Сутки тыква наша выдерживается. После этого на дуршлаг отбрасываем. Она стекает. И после этого уже спокойно можно помешать. То ли сушильный шкаф, то ли положить где-то на батарею, на какие-то противни положить. И наша тыква будет сушиться. Тыква должна приобрести золотисто-коричневый цвет. Но после этого, значит, его уже можно хранить в обычных банках. Ну, хранится это лакомство очень долго. Его можно хранить в течение года. Но поверьте, оно съедается в течение месяца. Самое большое, что оно может в течение месяца. Поэтому вам так понравится, что вы будете весь сезон, пока ваши будут живые тыквы, пока их будет в достаточно количестве, готовить это лакомство, которое так и называется, цукаты из тыквы. Ну и, соответственно, несмотря на то, что там и сахар есть, этот продукт очень полезен, потому что он будет нормализовать работу и почек, и сердце. Это будет благотворно действовать. Так что вот видите, какой интересный фрукт тыква. Поэтому советую заготавливать его в прок. Вот если нету своей тыквы, значит, сейчас она есть в продаже. Покупайте. Здоровья вам и приятного аппетита! До свидания!